Президент Дональд Трамп объявил опиоидный кризис в США, злоупотребление использованием обезболивающих медпрепаратов, национальным действием, требующих принятия экстренных мер. В своем обращении президент США подчеркнул, что решение проблемы потребует всех наших сил. Госдепартамент США опубликовал список российских структур, на которые будут распространены санкции. В списке все разведслужбы России, флагманы российской оборонки, такие как Объединенная авиастроительная компания, концерны Калашников, Адмиралтейские верфи, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Ижимаш и главный государственный экспортер оружия – Рособоронэкспорт. Госдепартамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании, что Вашингтон поддерживает меры испанского правительства, направленные на сохранение единства страны. Министерство торговли США сообщило, что в июле-августе-сентябре темпы роста ВВП составили 3%, то есть показали примерно тот же рост, что и в предыдущем квартале. Экономисты предполагали, что экономика США замедлится в силу колоссального ущерба, нанесенного ураганами. Национальные архивы США опубликовали тысячи ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства президента Кеннеди. Однако президент Дональд Трамп согласился отложить публикацию еще ряда документов на 180 дней. За это время спецслужбы должны перепроверить их.